Всем привет! В этом видео обзор Мессари, последние новости Binance Smart Chain, новости хобби экосистемы и обзор платформы MoMA Finance, обзор проекта Alpaca Finance. Для вашего удобства мы разделили это видео на главы и создали группу, в которой дублируем аналитику проекта. Также мы добавили ссылку на Notion, переходите, чтобы ознакомиться детальнее. Все наши видео мы делаем бесплатно и беспристрастно, поэтому, пожалуйста, поддержите нас пальцем вверх, комментарием и подпиской. Да, доброе утро. Сегодня в отчете Мессари еженедельный отчет по тому, как показывал себя рынок. И стоит отметить, что это первая положительная неделя, которая завершилась в плюс после майского падения. Однако, если взять в разрезе по секторам, то восстановление относительно начала недели не такое сильное. То есть, лучше себя показали платформу смарт-контрактов, они показали рост 3,11%. Если взять DeFi и децентрализованные биржи, тогда у них одинаковый рост. В среднем 2,7% за последнюю неделю показали себя. В платформе смарт-контрактов себя хорошо показали, если взять отдельно, то это токены Kusama, Polkadot, Solana, Cosmos. То есть, такие блокчейны инфраструктурные, которые являются токенами основы сетей. Если думать, что произошел отскок в виде такой буквы V, V-образный, так называемый отскок, то на самом деле можно посмотреть, что отскок на самом деле был похож на что-то вроде технической анализа, называется перевернутой головой плеч. Но при этом практически у тех же самых значений, как мы и начинали неделю, большинство монет из всех секторов остались неизменными. Хуже себя показали от формы Web3 из-за сильного падения Chainlink, потому что в индексе, который делает Миссари, в Web3 Chainlink играет важную роль. Стоит при этом отметить, что если в начале и середине мая мы отмечали такую понижающуюся корреляцию между биткоином и основными активами, то вот сейчас такая вот анимация, которая показывает, что за последние недели корреляция между активами и биткоином заметно увеличилась. То есть сейчас с падением весь криптовалютный рынок начал больше следовать за биткоином, а на той вершине, так скажем, на хаях, когда мы были, была раскорреляция. Вот. И это мы смотрим в разрезе биткоина. Но интереснее отметить то, что корреляция с эфиром, она еще более плотная, чем с биткоином. То есть в среднем корреляция с биткоином составляет около 50-40%, если взять весь спектр. То с эфиром эта корреляция подбирается к 90%, особенно если мы будем рассматривать сектор ДЭФИ и сектор децентрализованных финансов. Мне кажется, это связано с тем, что, по сути, эфириум является такой материнской площадкой для основного числа ДЭФИ, но с ростом сайдчейнов и других решений, которые пытаются собрать свой хлеб у эфира, то эта корреляция будет в будущем падать. Вот. У меня на этом все. Сегодня спасибо. Так, значит, ну я хочу начать с аналитики. ТВЛ на Binance Smart Chain довольно-таки снизился, и Binance Smart Chain Projects агрегатор показывает 20 миллиардов, а вот ДЭФИ ЛАМА показывает гораздо меньше, 16 миллиардов. Я думаю, что, возможно, Binance Smart Chain Projects просто не учли те обновления в связи с последними вот флэш-атаками. Вот. И мне кажется, что ДЭФИ ЛАМА все-таки более правильно на данный момент. И пять, как бы, по ТВЛ самых хайповых, самых топовых проектов – это PancakeSwap, Venus, Ellipsis, Bunny и, получается, Автофарм, если судить по ДЭФИ ЛАМА. Вот. А также хочу сказать, что транзакции, количество транзакций за 24 часа – более 4 миллионов, и общее количество адресов – 76 миллионов, ну и газ, получается, около 4-х Huawei. Также на Binance Smart Chain Projects появилась новая функция. Можно посмотреть стоимость газа, то есть самая быстрая, 16, получается, просто быстрая и стандартная, и медленная. Вот. Дальше хочу сказать про безопасность. Как я уже сказала, что, получается, за последнее время более 8 проектов хороших таких подверглась флэш-алон-атакам. Вот. И злоумышленники такое чувство, что они именно, как бы, не просто пользуются, а именно какая-то стратегия идет, чтобы, то есть они манипулируют при помощи флэш-атак, нападают на проекты. Это вот на прошлой неделе 29 мая Belt Finance, 29 мая также JewelSwap и BurgerSwap 27 мая подверглись атакам. На сайтах, как бы, этих протоколов рассказано, ну, как бы, они опубликовали небольшой технический анализ и также методы борьбы с этим. Ну, и какие-то Belt, по-моему, они хотят сделать компенсацию. Также хочу сказать про Aracuru. Это первый Aracuru Binance Smart Chain. Сейчас они работают на тестнете, но уже планируется скорое размещение в Mainnet. Получается, что они призваны расширить возможности сети Binance Smart Chain, передавая точные своевременные данные, которые имеют решающее значение при работе в блокчейне. Это сейчас очень важно, потому что, ну, Binance Smart Chain расширяется, очень много протоколов и не хватает оракулов. И Aracuru заявили о партнерстве Solana и Polkadot. Также проект получил уже полную поддержку от основных команд Solana. Также хотелось сказать про Bondly, Bondly Finance. Краткий технический обзор и анализ опубликован на Binance Smart Chain Daily в Твиттере. Вот можно будет посмотреть. Ну, это как бы Bondly Finance имеет большое количество продуктов, которые можно применять в разных отраслях, музыка, игры, спорт. Ну, например, такие как NFT Launchpad, BondSwap, Bonddex, Bondprotect. Хотелось бы остановиться на Bondprotect. Этот проект еще, этот продукт не запущен, планируется скорый запуск. Как бы это революционный продукт, который поддерживает, получается, что это рыночная платежная и платежная система на основе смарт-контрактов, ориентированная на покупку, продажу, передачу цифровых активов, включая криптовалюту и NFT. Ну, это, получается, своеобразный шлюз, при помощи которого можно будет интегрироваться с любимыми площадками Marketplace без платы за интеграцию и стейкать. И, получается, с Bondprotect можно будет его сравнить с PayPal в качестве платежного сервиса в пространстве NFT. Ну, и также они заявили о партнерстве с BakerySwap. Вот, также хотелось напоследок сказать, что PancakeSwap и, получается, MXC Exchange заявили о партнерстве, и PancakeSwap добавили их в сиропу. С моей стороны все. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Ира. Дальше переходим к Саше отчетов по хобби. Начнем с того, что DoggySwap запустили Marketplace NFT Hero, на котором можно обмениваться, создавать и коллекционировать свои NFT-шки. Это сети хобби и качейн. Далее. Проект Supernova, который является алгоритмическим стейлл-коином, будет раздавать свои нативные токены Share для тех, кто держит токены FieldDAO. И эта раздача прошла. Кто держал, вы можете уже заклеймить на их платформе, на SupernovaCash. Далее. Ежедневная статистика CoinVint о злочных средствах. Сейчас ТВЛ ниже 1 миллиарда долларов. И высокий фарм на двух токенах. Это на их нативном токене COPE, сейл которого был в мае, и нативного токена MDX, биржи MDX. Вот. Далее. Что касается непосредственно MDX, у них произошло у половины наград, но при этом они опубликовали такой чарт. Сравнение фарминга их нативного токена с различными парами. То есть, например, если BNB и USDT фармить на MDX, то вы будете получать 69% годовых, на Суши 48%, на Панкейке 18% и на Юнисвапе ничего не будете получать. Потому что такой пар там нет. В общем, они провели сравнение с различными парами фармингами и показали так, что фармить на их платформе гораздо выгоднее, чем на других. Я думаю, это вследствие низких объемов, и поэтому они как бы предлагают переносить средства к ним на платформу. Далее. Дефибокс запартнерились с Макисвапом для того, чтобы можно было опубликовывать в Дефибоксе статистику по Макисвапу, о их доходах на ферме и на АММ статистику. Далее. Дефинанс запустили свои вольты на HUSD и USDT, то есть на два стейблкоина. И пока что ожидаемый пиар у них составляет 60%. В качестве награды будет получаться токен DEP. При этом это только, грубо говоря, на старте пока не так много депозитов. Но на старте 60% даже какое-то определенное время получать на стейблкоины – это довольно-таки неплохо. Вот. Если мы сейчас рассмотрим уже статистику сети, то количество транзакций неуплонно падает за последние две недели и на данный момент составляет 1 миллион 600 тысяч транзакций в день. По количеству активных адресов, количество активных адресов находится на уровне 130 тысяч. То есть это суммарно тех, кто отправили, тех, кто получили. То есть не знаю, учитываются ли здесь смарт-контракты в качестве адресов. Вот. И количество ежедневных транзакций. А, ну это было, да, это уже. Так, все, у меня на этом на сегодня все. Спасибо. Сегодня расскажу про проект MoMo Finance. На данный момент он еще не запущен, то есть собираются только проводить IDO, но концепт достаточно интересный. Хотя подвержен большим рискам. То есть данная концепция будет работать только когда рынок будет на подъеме и будет очень бояться больших колебаний. В чем она заключается? Данная платформа – это протокол для лендинга криптовалютных активов, в которых будет достаточно много пулов. То есть для того, чтобы, наверное, не очень сильно разжевывать и уложиться в 5 минут, то я начну с самого, с самого-самого схемы. То есть будет лаунж пул, в котором будет и распределение, ну то есть, который будет достаточно просто работать. Он будет заключаться в том, что человек стейкает свои криптоактивы, допустим, там есть детишки, линки, эзеры или вообще любой токены, и зарабатывает governance токен MoMo Finance. Затем он может… Затем будет запущен лендинг пул, и здесь уже начинается вот сама эта магия. В чем она заключается? То есть пользователь приходит в лендинг пул 1, затем стейкает свои, допустим, тезеры и получает за их стейкинг, допустим, токен MoMo Finance, уже как бы начинается его прибыльность. Затем он же ведь уже предоставил, заставил какое-то количество криптовалюты, он может открыть долговую позицию. Он берет какой-нибудь токен C в долг. Этот токен C он несет на тоже на платформу MoMo Finance, которая работает, они получат смарт-контакты сотрудничества, ну не струничества, они взаимосвязаны с проектами компаунда AVI. Затем, допустим, этот токен C стейкается на лаунч пуле B, и получается у пользователя еще одна откроется позиция, он снова зарабатывает токен MoMo Finance, уже у него две позиции. Затем он же ведь эти токены, грубо говоря, за стейкал, и у него есть какой-то обеспеченный позицию. Он берет еще одну долговую позицию, и так может их несколько раз проделывать. Затем он за стейкинг тип-то валют, он может получать какой-то прибыль. То есть, грубо говоря, на платформе Mo Finance, это будет токен MoMo, также он может получать какой-нибудь токен-компаунд, ну за предоставление лепидности на платформе компаунда положено тюбельность компаунда. Вот, он, этот токен-компаунд может идти сюда за сапплайки, вот, и дополнительно зарабатывать интерес. Вот, и такая схема, она может происходить несколько раз. То есть, как я уже сказал, чем больше вот этих будет, грубо говоря, этажей, тем более нестабильный будет маркет. Вот, я почитал, я почитал white paper, там все достаточно скучно описано, то есть, не буду возвращаться. Вот, но там пока что вот именно по риск менеджменту не очень хорошо описано, то есть, не нашел инфы, ну, по крайней мере, я, может, я недостаточно внимательно прочитал, но не нашел инфы, то есть, там, сколько обеспеченность позиции. Также будут, ну, именно, что касается риск менеджмента, будут просто созданы price oracles, то есть, которые будут сотрудничать, как говорится, в случае чего будут просто останавливаться смарт-контракты. Также будет создан резервный пул, который будет предусмотрен для различных, ну, black swan events, то есть, на случай, если там какие-то будут просадки рынка, то что восстановить, просто здесь не написано, то есть, сколько конкретно и на сколько, ну, они будут значительными. Вот, то есть, 26-го июня, 26-го мая было объявлено о том, что IDO было отложено, вот, из таких партнеров, вот, можете увидеть здесь Fundamental Labs, Moonrock Capital, то есть, достаточно много фондов вкладывалось в Moonvale, вот, в принципе, на этом все, спасибо. Да, спасибо большое, так, давайте дальше перейдем, и, Влад, пожалуйста, и, пока. Да, всем привет. Сегодня расскажу про Alpaca Finance. Alpaca Finance позиционируется как крупнейший протокол кредитования, вот, с ними можно фармить с использованием плеча и заемных средств на сети Binance Smart Chain. Вот, они позиционируют себя как, так сказать, дружелюбный протокол, который, там, без примайнинга, без инвесторов, то есть, они своими силами запустили всю сеть. Вот, есть несколько опций, вот, есть фарминг и есть стейкинг из базовых, вот, то есть, то же самое, да, что Влад рассказывал до этого. Нужно стейкать определенную сумму, которая будет, ну, гарантировать, ну, сумму, да, которая будет, как обеспечение кредита, вот, и после можно переходить непосредственно или к фармингу, или к стейкингу. Здесь из интересного то, что они также занимаются фармингом для партнеров, вот, у них есть протоколы партнеры и можно непосредственно через токены Альпака участвовать в фарминге именно в этих протоколах. Вот, также, да, есть возможность добавить свой проект, ну, то есть, запартнериться с ними. Вот, что еще интересного, да, у них, как они говорят, у них всего сумма инвестиций, которые заморожены, это миллиард долларов. Вот здесь, ну, правда, стоит проверить информацию, так как до этого Ира говорила, что, ну, то есть, Альпака не входит в топовые протоколы на Binance Smart Chain. То есть, я не уверен, насколько можно этой цифре верить. Вот. В целом, у них, ну, довольно высокие, высокие проценты сейчас, но из-за того, что именно сам токен Альпака еще не сильно распространен. То есть, как только будет набрана определенная, определенная сумма в позиции, то процент упадет, ну, гораздо будет ниже. Вот, а пока, ну, то есть, можно видеть, что здесь 100% годовых, вот, на фарминге. Ну, и опять же, зависит от цены токенов. Ну, ладно, я поставлю всего 3-5 минут, поэтому надо чуть ускориться. Ага, окей. Ну, в целом, из интересного, ну, у меня все, да, можно еще рассмотреть, да, что здесь всего три варианта использования платформы. То есть, или кредитор, это давать ликвидность, или фармер, или же ликвидатор. Но насчет последней позиции это пока еще не введено. Вот, то есть, я не нашел, как это прямо сейчас можно использовать. То есть, это контроль пула позиции с кредитным плечом. Вот, в целом у меня все, да, если будут вопросы, уже текстом отвечу. Да, спасибо большое. Если будут вопросы...